От непогоды страдает и Украина. В Донецкой области 8 населенных пунктов остались без воды. Из-за снегопада обесточена местная насосная станция. Пострадали Мариуполь, Доброполье, Волноваха, Докучаевск. Премьер-министр уже поручил, как можно скорее восстановить водоснабжение, а на период ремонта обеспечить людей питьевой водой. Помимо Донецкой замекотает южная и центральная области страны. Все подробности расскажут мои коллеги. Власти Киева обратились к полиции и военным, просят помочь в уборке улиц. Едва ли не весь город стоит в пробках. В основном из-за аварий. Их зафиксировано больше 70. Если дороги еще хоть как-то чистят, то на тротуарах снежная каша. Дорожки, видите, не почищены. Я считаю, что это право коммунальников. Потому что это их обязанность. Завтра и послезавтра отменили занятия в школах. Не будут работать и детские сады. Но дежурные группы оставят. Чиновники призвали работодателей пораньше отпустить своих сотрудников домой. Харьков с утра был фактически парализован. Местами намело полтора метра снега. Людям приходилось выталкивать троллейбусы из сугробов. Метрополитен пустил дополнительные поезда. С непогоды сегодня начали сессию облсовета. Зам губернатора доложил, все под контролем. Чистить дороги помогают фермеры. Они вывели свою технику. В области развернули почти 400 пунктов обогрева. Юлия Светличная поручила перевести все службы на усиленный режим. Я прошу вас продолжать координовать эту работу, провести все службы в усиленный режим работы. И после закончения опыта сделать все, чтобы за несколько годин полностью обеспечить проезд центральными автомагистралями. Для того, чтобы люди могли пользоваться дорогами. Метет и в Днепре. Вчера из-за заносов пришлось закрыть трассу на Николаев. Справиться с управлением на заснеженной дороге не могли даже опытные водители. В Кропивницком за сутки выпала практически месячная норма снега. В отдаленные районы троллейбусы и автобусы просто не доезжают. Замело дороги и в области. Из-за этого пришлось отменить все междугородние рейсы. Людям рекомендуем утриматься от далеких поездок, быть обереженными при пересувании по пешеходным тротуарным дорожкам. И до 2 березня по возможности не выходить из своих домов на великую отстань. В Черкасской области порывистый ветер оборвал линии электропередач. Около 20 населенных пунктов остались без света. Перевозчики отменили 66 рейсов в отдаленные районы. Больница скорой помощи в Черкасах работает в усиленном режиме. За сутки сюда доставили более 50 человек с различными травмами. Наталью Алексеевну скорая привезла с тройным переломом ноги. Ни посыпки там, ничего не было. Уже было садилось в скорую штаб. Еще там 3 человека подскользнулись. Только что не падали, но все равно рисковали. На улице города коммунальщики вывели всю технику. Но снег продолжает идти и расчищенные дороги через несколько минут снова заметает. Синоптики прогнозируют, что ночью снегопад прекратится, но ненадолго. Уже 3 марта Украину снова начнет заметать. Ольга Теребинская, Елена Бруинзе, Станислав Кухарчук, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер.